Всем привет! Напоминаю, каждый, кто внесет донат по ссылке на экране или оформит спонсорскую подписку, будет попадать в начало следующего ролика. Сегодня я говорю спасибо зрителям Железяка, Алексея Тереза, Спити Хедж, Проджект Нельсон, Урбан Зон, Верунчик 1, Майка, Никита К, Ники 44, Дант и Юрец Огурец из Ховрина. Чувак, ну и Ник. А теперь перейдем к видео. Среди поклонников серии Fallout, да и среди мимо крокодилов, существует такое поверье, что классический Fallout настолько прекрасен не только по объективным причинам, но еще и из-за настолько крутой вариативности, что при создании персонажа с единицей интеллекта, игра просто меняется и становится абсолютно другой. Никогда это мнение не разделял, но соглашусь, что действительно, в классике спешл роляет, и единица или двойка интеллекта, это один из самых главных объектов лолзов у тех, кто игру знает вдоль и поперек. Этот самый культ о прохождении на единицы интеллекта популярен до сих пор, отчасти еще и потому, что он изрядно игру усложняет, а вот как именно, мы сегодня и рассмотрим в этом видео. Кроме того, чтобы сразу определиться, да, в новых играх серии интеллект не так сильно влияет на диалоги и прочее. Возможно, вы не сможете пройти какие-нибудь чеки в разговоре с NPC, однако в основном интеллект влияет исключительно на геймплей. Но давайте пробежимся по всем играм серии отдельно, но перед этим я попрошу вас поставить ядер лайки, подписаться на канал и потеребить мой колокольчик. Приятного просмотра. Начать стоит, разумеется, с первой части серии. В ней, при выставлении интеллекта единицы или двойки, главный герой начинает мычать и рычать вместо диалогов, а говорящие головы относятся к нему как к самому настоящему малолетнему дебилу. И это на самом деле сильно усложняло игру, ведь для того, чтобы вступить в то же братство с стали, необходимо неплохо так вести диалог. Можно, конечно, обожраться ментатами и попытаться, но это все равно очень и очень непросто. То же касается и второй части. В ней, из-за большего разнообразия и сильно увеличенного количества контента, персонажей для общения стало гораздо больше, половить приколов с диалогов можно еще чаще. Я горжусь тобой, избранный. Тебе пришлось многое преодолеть. А теперь тебе нужно найти убежище 13. Убежище 13. Принеси домой, Гек. Гек. Вот тебе блестящая бутылочка. Это нам Вик дал. Вик. Он торговец из Кломата. Кломат. Но самое главное во второй части с низким интеллектом, это встретиться с Тором. В городе Кломат можно встретить местного дурачка, род деятельности которого в основном это пасти броминов. Там даже квест есть с этим связанный. Но самое прикольное, это то, что у этого самого Тора тоже низок интеллект. И если главный герой ему соответствует, то общение у них будет очень и очень интеллектуальным. Причем, в прямом смысле слова, кто как не они вдвоем будут понимать друг друга. Это, пожалуй, один из самых потешных моментов с игрой на низком интеллекте за всю серию. Как я уже говорил, в 3D частях к таким деталям разработчики не стали относиться щепетильно. В основном интеллект влияет на геймплей, пускай и существуют порой моменты, когда ваш интеллект проверят для какого-нибудь прохождения квеста. Особенно это касается Fallout New Vegas, ведь последняя это все же больше ролевая игра, нежели шутер. Я уж не говорю о Fallout 76, в котором спешл превратился в то, во что он превратился. Однако в начале следующего года нам выкатят дополнение Wastelanders, в котором, судя по первому ролику, интеллект тоже начнет ролять в диалогах, как это было в Тройке и Вегасе. Ах да, я забыл про четвертую часть Fallout'а. Давайте и не будем вспоминать, ибо в диалогах интеллект там совсем не важен. Перейдем к геймплею. В классических Fallout'ах, включая, кстати, и Tactics, интеллект влияет на навыки Первая помощь, Доктор, Наука, Медицина, Ремонт и Натуралист. Ну и, конечно же, еще влияет и на количество получаемых очков навыков. Грубо говоря, чем больше интеллекта, тем больше вы сможете раскидать очков по своим скиллам. Начиная же с третьей части, количество навыков, на которые влияет интеллект, снизился в два раза. Теперь этот атрибут влияет исключительно на науку, медицину и ремонт. Так же было, кстати, и в Нивегасе. В четвертом же Fallout'е интеллект стал немного важнее в геймплейном плане. Во-первых, чем он у вас выше, тем больше вы получаете опыта. Его можно заменить навыком Савант, который изредка будет прокать и увеличивать в энное количество раз полученный вами опыт. Но если вы не хотите, чтобы при игре у вас постоянно звучал звук Саванта, то желательно сделать интеллект повыше. Кстати, сам этого не знал и сейчас даже удивился. При интеллекте, равном или больше десятки, количество вариантов пароля на взламываемых терминалах уменьшается чуть ли не в половину. Это как минимум интересно, я не ожидал. В 76-м Fallout'е интеллект определяет износ и прочность создаваемых предметов, а также количество компонентов, которые вы получаете при разборке предметов. Возможно, он влияет и на получаемый опыт, но если честно, я не в курсе, так как мало играл. Если вы шарите за это, то напишите в комментариях, будет интересно узнать. Что самое прикольное, в играх серии всегда была возможность уже спустя много часов немного повысить себе уровень некоторых параметров спешла. В первом Fallout'е, когда вы уже вступили в Братство Стали и спуститесь на нижние уровни их логова, вы найдете медотсек, где доктор Лори сможет поднять для вас некоторые параметры спешл за определенную сумму денег. В том числе и интеллект. Прям как в жизни, есть деньги и ты умный. Во второй части Fallout'а есть способность добавить характеристика, которая увеличивает и интеллект в том числе. Такая способность есть, кстати, и в Тактиксе. Братство Стали, а точнее отделение в Сан-Франциско, тоже сможет повысить немного интеллекта для избранного, если тот принесет желтый модуль памяти. Ну и, конечно же, всех техобологов, если пройти дзета-сканирование, тоже можно приподнять себе интеллект. Ну и, конечно же, в классических частях работает химия. В нашем случае ментаты отлично помогут стать умнее. Осуждаю, кстати. Наркота работает и в последующих играх серии, но, кроме того, в них еще и появляются шмотки, которые также увеличивают некоторые параметры. В трешке, например, цилиндр Линкольна увеличит ваш интеллект на единицу. Кроме того, есть несколько способностей, в том числе интенсивная тренировка, которая повышает один из параметров спешл. Ну и, конечно же, не будем забывать о пупсах. Пупс-интеллект, который стоит в Ревит-Сити, повышает как раз-таки умственные возможности главного героя. В Нью-Вегас, кроме все той же интенсивной тренировки, поможет еще и имплантант интеллекта, который можно установить себе за кругленькую сумму в медицинской клинике Нью-Вегаса. Еще, что прикольно в Вегасе, здесь можно пить кофе и становиться умнее от этого. Мы все, как сторонники чая, осуждаем такое решение дизайнеров и призываем к созданию мода, который заменит богомерзкий кофе на прекрасный чай. Кто в теме, ставьте лайк. Кто нет, теперь да, ставьте лайк. Ношение одежды тоже помогает в Вегасе. Например, если вы пройдете Old World Blues, там очень большое количество очков и костюмов докторов помогут стать умнее. Я, кстати, всегда считал это глупостью какой-то. Ну типа, вот ты надел очки или халатик и что, сразу стал умней? Не, я понимаю, в Нью-Вегас есть парень, который примерно так и втерся в доверие к НКР, а теперь тусит на высоком научном посту. Но да ладно, чего я привязался. В четверке все так же, как и раньше. Единственное, что в начале в Сэнкчури можно поднять книжку спешл, которая поможет повысить один из параметров, в том числе и интеллект. Кстати, у моего коллеги Руингеймера на канале есть куча роликов, где он разобрал каждый из параметров спешл в четвертой части, включая и интеллект. Если вам интересно посмотреть более подробно об этом в четверке, то обязательно топайте к нему на канал, ссылку я оставлю в описании. Ролики толковые, это не реклама, если что. Со времен совместного ролика о том, какая часть Fallout лучшая, мы с Руином не общались ни разу. Но он клевый, сходите посмотрите. В завершении хотелось бы поразмышлять на тему того, как разработчики могут делать систему влияния интеллекта в игре. Вы же не будете со мной спорить, что один лишь только опыт или какой-нибудь чек в одном-двух диалогах этого достаточно. В идеальной RPG, каждая новая циферка, добавленная в тот же параметр интеллект, должна влиять на все, что происходит в игре. Например, если игрок чуть-чуть умнее, то и говорить он должен иначе, чем тот, что чуть-чуть потупее. И тот факт, что в первом Fallout при самом низком интеллекте герой начинал буквально мычать, это вселяло надежду, что разработчики в будущем будут развивать именно эту тему. Все же, раньше игроки были больше оптимисты и мечтали о том, что игры будут расти вглубь, повышая реиграбельность, создавая уникальные моменты и так далее. Сейчас, когда очевидно, по какому принципу пошло развитие игр, о таком и не стоит мечтать. У разработчиков, а скорее всего это у издателей, появилось желание сделать геймплей не как можно глубже, а как можно больше. Чтобы карта была в несколько раз шире, чем в прошлый раз. Чтобы квестов было еще раз в 10 больше, чем в прошлый раз. Пускай они и будут однообразными и скучными. Конечно, на такие желания, как влияние всего на все в играх, это совсем уж какая-то детская мечта. Как тот самый чувак, который хотел убить всех в деревне или водить караваны. Тут еще можно вспомнить желание игры типа GTA, где можно будет прийти к себе домой и все такое. Но, судя по всему, никогда у разработчиков не будет столько времени и средств, чтобы построить игру мечты, хотя бы своей. А на сегодня все. Не забывайте ставить ваши ядер лайки, подписываться на канал, теребить колокольчик и все вот это вот. Кстати, подумайте над оформлением спонсорской подписки или помощи канала путем доната. Вы попадете в начальные титры и очень мне поможете. Благодарю каждого. Играйте в хорошие игры. Всем удачи и пока.